Иван Панфилов. Генерал разума, хладнокровие и упорство. 18 ноября 1941 года, в битве за Москву погиб генерал-майор Иван Панфилов. В тот же день за мужество и героизм его дивизия получила почетное звание 8-я гвардейская, а 23 ноября 1941 года станет именной, дивизии присвоят имя командира Панфилова. Бойцы-панфиловцы дойдут до Берлина, а в мае 1945 года на стенах полуразрушенного Рейхстага появится надпись «Мы панфиловцы». Спасибо Бяти за валенки. Иван Васильевич Панфилов родился в январе 1893 года в Петровске-Саратовской губернии в семье мелкого конторского служащего. В октябре 1915 года был призван в русскую императорскую армию. Военная служба началась в учебной команде 168-го запасного батальона. С марта 1917 года в составе 638-го пехотного Ольцинского полка 160-й пехотной дивизии 16-го армейского корпуса 9-й армии воевал на Юго-Западном фронте Первой мировой войны в звании Фельдфебеля. В 1917 году был избран членом полкового комитета. Демобилизовался в 1918 году. В октябре 1918 года добровольно вступил в Красную армию. Первой должностью Красного командира стала командир взвода в 1-м Саратовском пехотном полку 25-й стрелковой дивизии. В составе полка участвовал в подавлении восстания Чехословацкого корпуса. С марта 1919 года служил 20-й Пензенской стрелковой дивизии. Принимал участие в Уфимской операции. С августа воевал под Царицыным. В марте 1920 года заболел ТИФом. После болезни, с апреля участвовал в Советско-Польской войне, где воевал в должности командира взвода в 100-м Стрелковом полку. В 1920 году вступил в РКП «Б». За героизм в Советско-Польской войне в 1921 году был награжден Орденом Красного Знамени. В декабре 1920 года перспективного командира направляют в Киевскую объединенную пехотную школу, где в течение двух лет проходил обучение. По окончании военной школы назначен в 52-й Ярославский стрелковый полк на должность командира взвода, позже занимал должности помощника командира и командира роты. В апреле 1924 года его перевели в 1-й Туркестанский стрелковый полк, с этого времени судьба Ивана Васильевича тесно связана с Туркестаном. В полку служат командиром роты, помощником командира батальона, а затем начальником полковой школы. С мая 1925 по август 1926 года служат командиром роты и начальником пограничного поста Харок, Бадахшан-Таджикистана, в составе помирского отряда. С августа по октябрь Иван Васильевич исполнял должность командира помирского отряда. С августа 1927 года служат начальником полковой школы 4-го Туркестанского стрелкового полка. В апреле 1928 года переведен на должность командира батальона 6-го Туркестанского стрелкового полка. В марте-июне 1929 года принимал участие в боях с басмачами. За боевые отличия в этих боях был награжден орденом Красного Знамени. В марте 1931 года получил назначение на должность командира и комиссара 8-го отдельного стрелкового батальона местных войск. В декабре 1932 года возглавил 9-й отдельный Туркестанский краснознаменный горнострелковый полк, выделен из состава 3-й Туркестанской горнострелковой дивизии. В июле 1937 года был переведен в штаб Среднеазиатского военного округа на должность начальника квартирно-эксплуатационного отдела. В 1938 году был награжден медалью «20 лет рабочей крестьянской Красной армии». В октябре 1938 года Иван Васильевич получил назначение в город Фрунзе на должность военного комиссара Киргизской ССР. Смотрите дальше, дальше будет интересней, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и обязательно включите уведомления. С начала Отечественной войны, с 14 июля 1941 года Иван Васильевич приступил к формированию 316-й стрелковой дивизии. В эту дивизию набирались жители Алма-Аты, Алма-Атинской области и Фрунзе. Сначала дивизия была направлена под Новгород, но в связи с общим отступлением была переброшена под Москву. На участке Волоколамского укрепрайона она заняла полосу обороны протяженностью в 41 километр от населенного пункта Львова до совхоза Болочева. Согласно уставу 1939 года дивизия могла оборонять полосу по фронту 8-12 километров и в глубину 4-6 километров. Согласно замыслу по развертыванию войск на Можайской линии обороны, на участке Волоколамского укрепрайона, занятом 316-й дивизией, должны были располагаться части 3-4 дивизии и еще одна, резервная, должна была находиться в районе Волоколамска. Но отведенная дивизией растянутая полоса обороны была одноэшелонной. Уже 10 октября 316-я дивизия вступила в бой с противником и смогла нанести ему значительный урон. С 13 октября дивизия вошла в состав заново формируемой 16-й армии Западного фронта, командующей генерал К. Рокоссовский. За бои в период с 10 октября по 5 ноября генерал-майор Панфилов был награжден орденом Красного Знамени. Генерал Панфилов блестяще умел мотивировать своих солдат, повышая тем самым их стойкость в бою. Он был командиром дивизии, которая была набрана во время Великой Отечественной войны. Большая часть солдат этой дивизии, до того как их призвали, в армии не служили. Он с этой дивизией, по сути новобранцев, собранных в Северном Казахстане, это и русские, казахи и киргизы, сумел под Волоколамском на длительное время задержать многократно превосходящие и по вооружению, и по численности, и по уровню подготовки немецкие силы. Большую часть времени дивизия сражалась против трех немецких дивизий. Сам Панфилов главным призванием военачальника считал сохранение жизни солдат на войне. Он говорил, мне не нужно, чтобы ты погиб, нужно, чтобы ты остался жилым. Он относился к своим бойцам без панибратства, как к равным. И в то же время проявлял отеческую заботу. Еще перед войной он обращался с предложениями к вышестоящему начальству позаботиться об обмундировании для солдат, в том числе о теплых вещах и валенках. Бойцы чувствовали это отношение со стороны Панфилова и с любовью называли его генерал-патя. 16 ноября 2-й танковая дивизия вермахта атаковала позиции 316-й стрелковой дивизии, в том числе в районе Дубосекова. Части дивизии во главе с Панфиловым вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника, в которых личный состав проявил массовый героизм. В статье об участниках боя говорилось, что погибли все до одного, но врага не пропустили. Именно это событие вошло в историю как подвиг 28 героев-панфиловцев. На самом деле на этом участке воевали и погибли не 28 человек, а порядка 100. Стояли насмерть. Это надо себе представить, что идет танк, бронированная железная машина, которая сметает все на своем пути, а у тебя только одна граната, и тебе надо взорвать этот немецкий танк. Они смогли, они сделали, они остановили армаду этих немецких танков. 18 ноября 1941 года немецкий 56-й моторизованный корпус 9-й армии захватил переправы через реку Ламу. На Волоколамском направлении 316-я стрелковая дивизия отбивала атаки вклинившегося в ее оборону противника. Утром 18 ноября два десятка танков и цепи мото-пехоты снова стали окружать деревню Гусенева. Здесь в это время находился командный пункт Панфилова, наспех отрытая землянка рядом с крестьянской избой. Немцы обстреливали деревню из минометов, но огонь был неприцельным и на него не обращали внимания. Панфилов принимал группу московских корреспондентов. Когда ему сообщили о танковой атаке противника, он поспешил из землянки на улицу. За ним последовали другие работники штаба дивизии. Не успел Панфилов подняться на последнюю ступеньку землянки, как рядом грохнула мина. Генерал Панфилов стал медленно оседать на землю. Его подхватили на руки. Так, не приходя в сознание, он умер на руках своих боевых товарищей. Осмотрели рану, оказалось крошечный осколок пробил висок. В ходе боев 16-го, 20-го ноября на Волоколамском направлении оборона 316-й стрелковой дивизии, с 17-го ноября Краснознаменная, с 18-го ноября Гвардейская, за пять недель боев, была прорвана и она вынуждена была отступать, остановившись лишь в районе Крюково. Генерал-полковник Эрих Гепнер, командовавший 4-й танковой группой, чьи ударные силы столкнулись в боях с Панфиловской дивизией, называет ее в своих донесениях командующему группой Центр Федору фон Боку, Дикой дивизией, воюющей в нарушении всех уставов и правил ведения боя, солдаты которой не сдаются в плен, чрезвычайно фанатичны и не боятся смерти. 18 ноября 1941 года за мужество и героизм дивизия получила почетное звание 8-я Гвардейская, а 23 ноября 1941 года станет именной, дивизией присвоят имя командира Ив Панфилова, погибшего в бою 18 ноября. Бойцы-панфиловцы дойдут до Берлина. В мае 1945 года на стенах полуразрушенного Рейхстага появится надпись «Мы панфиловцы». Спасибо, потя за валенки.